Месяц мая со всеми для того, чтобы маяться. Каждую неделю что-то да происходит. Арт-события, вечеринки, конкурсы, показы. Приятно быть в самом эпицентре. С вами программа Stylebook и я ее ведущая Ольга Степаненко. Здравствуйте! Конкурсы Мисс Молдова-2013. 18 мая прошел паблик-толк с российским блогером Магу Мухаев. Также в нем принимали участие и молдавские блогеры Дойна Чубану и Иван Вест. Днем приглашенный гость из Москвы за ланчем пообщался с молдавскими дизайнерами. Вечером с модной публикой, а ночью отыграл сет в одном из клубов столицы. Магу Мухаев И озвучено множество интересных, порой личных ответов. Всегда было плевать на то, что думают обо мне другие люди. Я просто всегда делаю свое дело, несмотря ни на что и не слушаю никого. Мне кажется, в любом деле, в любой профессии это должно быть правило номер один. Если вы хотите чего-то добиться, вы всегда должны четко идти к своей любого бренда. Я всегда подписываю, кстати, фотографов. Если я снимаюсь в Москве, это, безусловно, мои друзья, фотографы Алены Никифорова и Саша Кунда. Вот, это мои друзья, у нас, как бы, которых мы скоро летим в Испании. Что касается логомании. Мне кажется, в 90-х все через это прошли. И я помню в свое время, я не ел там по два дня. Я хотел деньги, чтобы купить очередную какую-то шмотку. Вот. На которой где-то что-то было понятно, написано, что это действительно брендовая вещь. Но в эти прекрасные моменты я понял то, что это какие-то глупости. Я уже люблю топ-шоп и ЧМДМ. Я, допустим, сегодня весь свой ЧМДМ. Вот. Мне кажется, это прекрасная возможность одеваться людям, у которых нет возможности, там, употреблять исключительно люксовые одежды. Но, при всем при этом, мешая это, вы создаете какой-то свой собственный стиль. В этом нет ничего плохого. Я сторонник того, и я всегда всем говорю о том, что, если вы покупаете какую-то одну очень знаковую вещь, всегда нейтрализуйте ее более простыми. Вот. Мне кажется, ошибка очень многих людей в том, что они купили себе, не знаю, там, что. Селиновское вот это пальто, например, вот все цветное. Тут же у них какая-то фуксия, тут же у них разрисована вот эта. Иногда это смотрится круто, когда мешают принты и так далее. Но, когда вы берете какую-то очень узнаваемую знаковую вещь, нужно ее всегда нейтрализовывать какими-то простыми вещами. Здесь, мне кажется, главный помощник – это масло. Шанель не зарабатывает на одежду. Процент продажи одежды Шанель из общего, там, коэффициента прибыли составляет, там, какой-то минимальный процент. Шанель зарабатывает на сумках, на косметике, на парфюмерии всегда. Есть, допустим, не лучший брат, да? Мне кажется, гениальный маркетолог, вот, помимо того, что еще гениальный дизайнер, который дает рекламу вот просто во все издания, и ни один журналист не может написать о том, что ему что-то не понравилось. Организаторами мероприятия стали дизайнер Татьяна Балабан и фотограф Андрей Чикан. Как вы поняли, это далеко не первый модный намеченный привоз в Кишинев. Целью его приезда была, ну, в общем, мы делаем один проект, сейчас готовим, и планируем делать разные семинары, паблик-толки с разными персонами из фэшн-индустрии, для того, чтобы как-то смотивировать наших людей, наших ребят, дизайнеров, художников, как-то делать и не сидеть на месте, креативить. Больше затрат даже не денежных, как физических, потому что мы хотим это делать, есть возможность, есть люди, которых мы хотим привозить, но как-то хочется и от наших людей тоже какого-то фидбэка, чтобы им это было тоже интересно, и какое-то движение началось после этих ивентов. Таня с ним знакома давно, как я знаю, в социальных сетях, они долго общались, Таня мне рассказала про него, мы вместе посоветовались и сказали, что это будет, наверное, правильное решение, но после сегодняшнего вечера я в этом убедился. Следующий будет фотограф из Лондона, но итальянского происхождения, думаю, где-то в конце июля. Маге всегда хотелось делиться какими-то мыслями, которые его посещали. Сначала это был анонимный ЖЖ с очень личным контентом от лица несуществующего человека. Популярность дневника в один момент напугала его, и он решил сделать нечто, где смог бы рассказывать обо всем, что ему нравится. Так сложилось, что мода заняла в нем главное место. Помнит ли магу Мхай в свой первый показ? Кто его икона стиля? И случались ли модные разочарования? Кто мне нравится, для меня, безусловно, икона стиля является Дафна Гиннес. Дафна Гиннес – это человек, которая ни коим образом не была причастна к моде, у нее не было стилистов, она не работала фэшн-редактором и так далее. Да, это человек, у которого, который самобытна в этом всем, и у нее есть собственный стиль. И вот такие люди меня, безусловно, вдохновляют. Первый показ – это был показ Романа Шервинова «Флоренция». Да, действительно, у меня были такие эмоции, что мне захотелось зарыветь, потому что я всю жизнь мечтал, как мне кажется, большинство мальчиков и девочек, которые интересуются модой, посетить показы, полететь в Европу и почувствовать вот эту атмосферу и энергетику, когда ты заходишь в зал, рассаживаются гости. Эти гости – это, там, звезды, это те люди, на которых ты, там, очень долгое время смотрел с монитора. Вот. И все они собрались в одном месте – гости, камеры, свет, музыка, модели, и все это действительно вызвало у меня бурю эмоций. Мне кажется, в моде самой по себе есть такая иллюзия и, как бы, красивая картинка, если в ней вдаваться в подробности. Но, мне кажется, человек не может разочароваться в моде по одной простой причине – то, что у нее есть очень много грани. И всегда интересно понимать все эти процессы изнутри, как происходит выбор тканей, чем вдохновляются дизайнеры, чем навеяна мысль того, что, там, в этом сезоне модные принты, почему оказывает влияние, там, искусство, там, 18 века на дизайнеров, или почему некоторые дизайнеры вдохновляются только Италией, как происходят закупки, как работают байеры, сколько получают, там, обычные портные в час и так далее. Это все безумно интересно, и чем больше ты во всем этом варишься, тем больше знаний ты получаешь. Так сложилось с детства, что любимый мультгерой был Человек-паук. И в каждой серии блогера, помимо событий, происходящих с Питером Паркером, захватывал вид ночного Нью-Йорка. Именно с этого мультфильма началась страсть «Парник в журналистике». На сегодняшний день он сделал несколько эксклюзивных интервью с потрясающими личностями. Много людей, большое впечатление после интервью мне произвели Джереми Скотт и Кристиан Лобутен. Мне понравилась, мне подкупила детская наивность Кристиана Лобутена, когда я его сфотографировал на своей полароиде, он начал размахивать своим этим снимком. И Джереми Скотт, который вот переизбытка эмоций на фоне его презентации «Машины смарт», которую он сделал, то, когда он расплакался во время интервью. Если бы у него была возможность выбрать трех персонажей для интервью, то это были бы Джорджа Армани, Меучия Прадо и Грейс Коддингтон. Он не считает, что отличается безупречным вкусом, красивой внешностью и прочими вещами, но старается делать интервью с интересными людьми и открывать что-то новое читателям. Для него всегда важен человек, который за всем этим стоит и его взгляд на привычные вещи. В России пока с этим все печально, отмечает мага, хотя есть прекрасные примеры успешной деятельности. Его впечатления от Кишинева и пожелания вам прямо сейчас. У меня очень много друзей было здесь, в том числе там фэшн-редактор «Харкевс Базара» Мария Холосова, фотограф Тимофей Колесников и так далее и тому подобное. Все эти люди были здесь и все эти люди вернулись в Москву. Да, Оксана в том числе, с которой мы накануне буквально общались. Все говорили, «Мага, Кишинев, да там так хорошо, да там так классно, там такие прекрасные люди». Собственно говоря, все эти ожидания, они оправдались слегкой. На самом деле я бы пожелал всем телезрителям оставаться собой и слушать в первую очередь себя, потому что очень много мнений со стороны, которые периодически отвлекают человека от его цели. И на своем собственном примере я могу сказать, что невозможным в этой жизни нет ничего. И там три года назад я никогда бы не подумал, что я буду брать интервью Кристиану Лобутену, Джереми Скотта, Дэвида Ганди, полечу в Лондон, Нью-Йорк, Милан, Париж и так далее. Но все это… Да, я же финансист в конце концов. Вот, и соответственно, это все реально. Главное просто верить в свою мечту, каждый день ставить себе цель и каждый вечер спрашивать себя, что я сделал для того, чтобы быть на шаг ближе к достижению своей цели. Спасибо организаторам за прекрасную возможность развития. Бизнес-леди Ольга Гончарук заинтриговала всех важной новостью. У марки Дивера множество значимых перемен. Стеллбук одними из первых узнали обо всех горячих подробностях марки. Марку Дивера знают многие в столице. Буквально на днях произошел ребрендинг, к которому команда шла несколько последних месяцев. Мы выбрали название «Обланк», потому что, знаешь как, я никогда не хотела, чтобы то, что я делаю, называлось каким-то странным, просто словосочетанием букв, которые ничего в себе не несут, да. Поэтому я искала что-то в себе, что-то, что может быть свое, родное, да, и что действительно будет отображать меня. Я выбрала название «Обланк», потому что «Бланк» – это девичья фамилия моей мамы, то есть фактически это могла быть моей фамилией, да, я могла бы с ней жить все это время. Наверняка многих интересует, будет ли меняться дизайн, направление бренда. Безусловно, с новым именем приходят и свежие идеи. В принципе, да, потому что, наверное, поэтому мы и сделали этот шаг, потому что мы выросли, нам хочется развиваться, идти немножко в другую сторону, и эта резкая перемена, да, совершенно новое название, новая стратегия, как раз таки с этим и связана, потому что хотелось это подчеркнуть. То есть раньше у нас были только такие сугубо вечерние платья, да, такие очень нарядные для, там, свадеб, не знаю, таких мероприятий, торжеств. Да, а сейчас будут и очень такие casual, романтичные, легкие, свободные платья, которые подходят для более молодого возраста, так скажем. Слухов и сплетен ходило много, так как ранее бренд работал в другом составе и творческом коллективе. Намного легче было разъединиться и выпускать коллекции каждый под своим именем. Как сама Оля, владелица марки, позиционирует себя? Дизайнер, бизнес-леди или? Я вообще человек самодостаточный, мне аплодисменты не очень нужны, поэтому сама себя я вообще называть не очень люблю. Вообще я могу сказать, что то, что мы делаем с моей замечательной командой, мы делаем все вместе, то есть у нас нет такого, что кто-то там борется за эти аплодисменты, да, то есть мы все друг другом советуемся обязательно, каждое платье, мы советуем все все по кругу, вот и до. Тот, кто закупает ткани, с тем, кто шьет, тот, кто шьет, с тем, кто креет и так далее. То есть у нас всегда такая очень совместная творческая работа. Я не люблю ничего не опровергать, не подтверждать, я занимаюсь своей жизнью, а то, что говорят люди, это их собственные проблемы. 20 июня, в день рождения Оли Гончарук, состоится первый показ марки «Обланк» в новом концепции совместно с Арутин Арт-бюро. Подготовка идет вовсю. Мы сейчас рассматриваем две локации, это будет решать, какая из них победить, так скажем, будет решаться в самый последний момент. Это будет очень красивое событие, у нас будут приглашенные модели, будут приглашенные люди из сферы моды, будут фотографы профессиональные. Будет три выхода, совершенно разных, три линии. Первый выход будет такая небольшая, как будто лимитированная коллекция, посвященная именно, связанная именно с названием. Я хочу, чтобы эта линия, эта коллекция, как будто была лицом, ну вот, марки, таким первым шагом, да. Потом будут классические наши вечерние платья, то, что мы делали до сих пор. И будет одна такая романтичная летняя цветочная коллекция. Платья в салоне можно найти как свадебные, так и вечерние. Уже было реализовано большое количество фотосетов, проектов, которые можно было лицезреть, на различных порталах и в социальных сетях. Ближайшие планы продвижения за границу. Кто носит платья марки? Я вообще очень горда и радуюсь каждый раз, когда вижу девушек в наших платьях. И я, опять же, горда и радуюсь тому, что их количество растет. И, на мой субъективный взгляд, практически у каждой модницы нашего города в гардеробе есть хотя бы одно наше платье. Этому я очень рада. Мы шьем и свадебные платья тоже. Единственное, что, ну, это лично мой выбор и мой вкус. Я не люблю эти свадебные платья. Такие я их называю в стиле «Последний шанс». Да, это когда три метра вперед юбка, три метра назад юбка, и там где-то через пять метров жених идет. Как бы такое я не люблю. У нас, скорее, какие-то очень спокойные свадебные платья, поэтому, как правило, более какие-то стильные, так скажем, современные девушки их выбирают. А те, которые более консервативного вкуса, там, может, родители настаивать и так далее, и тому подобное, выбирают наше платье как второе платье. Допустим, вот, чтобы переодеться в пять утра и танцевать дальше на столе было бы удобно. Либо на роспись, например. Ну, насчет Румынии, я могу сказать, что мы уже начали работать в том направлении. У меня уже есть в Румынии человек, который этим занимается. Даже там уже был небольшой наш показ наших платьев. И уже даже что-то продалось. Я также смотрю в сторону России, тоже веду переговоры. То есть я надеюсь, в самом ближайшем будущем я смогу чем-то вам похвастаться. Ценовая политика платьев 150 евро за единицу и выше. Все зависит от ткани, отделки, личных пожеланий. Неделями ранее Ольга Гончарук активно спамила всех в социальных сетях. Дело в том, что бренд принимал участие в международном конкурсе, платформе с помощью которой развиваются молодые перспективные дизайнеры. И не только. Нас обгоняли другие страны. Но все же Молдова оказалась в лидерах. В конце голосования я лидировала, то есть я была на первом месте. Но тем не менее, там есть такая процедура, что как заканчивается конкурс, они берут еще два месяца на рассмотрение. Ну, это у них такая процедура. И они задавали очень много вопросов. Я писала какие-то ответы о себе, биографии и так далее. И вот 21 июня они должны онлайн выставить. Если как бы я побеждаю, то в августе этого года я поеду на неделю моды в Лас-Вегас. Они оплачивают, да, перелет, визу и проживание целую неделю там, в Вегасе. Только на меня. Если ты берешь свою команду какую-то с собой, они тебе делают дискаунт 50% на все это. И они предоставляют очень выгодный пакет касаемо моделей, фото и видео, если ты в них нуждаешься. Эти голоса собирала я, мама, дочек, папа, мама. Мне идут по фейсбуке нашего салона, где уже около 6 тысяч человек. То есть я их спамила конкретно все три недели, не давала им воздуха. Прекрасная подача и сильная стратегия привели Марку к успеху. Желаем обланг попутного ветра. Пускай новые модные точки будут покорены. Вот, например, это платье. Оно будет относиться, то, что я говорила, легкие, воздушные, шифоновые, романтические, да. Я вообще думала, что это шикарное, идеальное платье для любой девушки до 40 лет, так скажем. В нем можно ходить как пешком в балетках, так и вечером на шикарных каблуках и быть самой неотрудимой. Это платье все из той же коллекции. Это, знаете, такой прикол в том, что прикола нет, как говорится. То есть наши бабушки, я думаю, тоже были бы без ума от такого платья. Оно тоже легкое, романтическое такое, типа халат. Но все же, если ты одеваешь каблуки, то, опять же, самое шикарное, неотразимое. И за счет цвета, конечно, ты будешь в центре внимания. Вот это платье, это идеальный вариант для какого-то выпускного вечера, либо какой-то свадьбы на открытом воздухе. Оно, опять же, легкое, романтическое, шифоновое и очень такое свежее, не перегруженное. Перегруженное. Кто, как не Руслана Марошану, знает все о конкурсе красоты про мотивы в Молдове. За все эти годы она вырастила и помогла в становлении многих молдавских моделей. Обо всей кухне подводных камнях мы поговорили именно с ней, а также посетили репетицию конкурса «Мисс Молдова-2013». «Мисс Молдова» – ежегодный национальный конкурс, подготовку к которому мы не могли не осветить. Репетиции проходят ежедневно по несколько часов. Кто-то из девочек сидит на диете, другая оттачивает походку и работает над улыбкой. Руки, сперят, вы пытаетесь за счет шагов. За счет шагов она будет на полу согнутая и вот так вот, на тревогах. Стань нормально в гармаре, в воду, все у меня слишком будет. Потому что больше порядка после вас сразу же и включат. До конца, драться до конца. Если вы хотите, потому что вы не говорили, а вот точение, почему вот она и я. Глядите потом на видео и зададите себе вопрос, когда увидите вот такая стоячая, опущенная, пузо-свисшая, кропатая, запущенная ли глаза. Там ролик не играет, а сейчас полностью все. Не только та проходка, остановка, фиксация, которую вы там делаете. Я тут красивая, а там, чтобы... А там кто? Раздать вам мешки со стеночками и платочки. Остается. До конца боритесь, до конца. С первого шага выходим. И с последнего. Пообщались с режиссером-постановщиком, человеком, который занимался подготовкой огромного количества конкурсов и мероприятий. Все это Игорь Чемартан. Какие сложности были на этот раз? Насчет сложности, наверное, для профессионала лучше, сказать, не повторяться. Что-то новенькое придумать, что меняется. За эти годы поменялись и ритмы. И все меняется. Они другие, по-другому чувствуют все это. Конечно, я чуть-чуть что-то вот в этом... На этом мисс я использовал обычные такие миксы старых вещей. У нас есть свинговская тема, у нас есть танго. Вот такой хаос все вершин. Я думаю, что вот в этом чуть-чуть. То есть они как бы и в тех годах, но и современные девчонки. Всегда важно то, что внутри человека, как он себя подает. Я считаю, что это самое важное, внутреннее. Понятно, что да. Они же прошли какой-то отбор. То есть их жюри посмотрело. Посмотрело чисто внешне. А теперь давайте посмотрим на ваши качества. Вот эти качества, чувства ритма, чувства тела своего. Как я могу подать себя. Вот это очень важно. Фаворитов нет. Я их люблю всех, ругаю всех, без исключения, если я что-то замечаю, какие-то вещи. Стараюсь их готовить максимально к тому, что они должны каждый себя показать. Потому что это все-таки конкурс. То есть это не показ коллекции там. Здесь, я не знаю, вот вы заметили в репетициях, я им даю на краю подиума, это самостоятельные работы. То есть ничего нет постановочного. То есть там, когда они все вместе, да, там есть постановочные, там рисунки какие-то серьезные. Они очень серьезные. Что касается индивидуальных работ, ну это мое такое, как бы моя прерогатива, я так люблю ставить. Изначально было 22 участницы. Как обычно и происходит, несколько отсеялись. Сейчас их осталось 18. В кастинге принимало участие большое количество девочек из Приднестровья и Молдовы. Для многих из них это в первый в их жизни конкурс. Для других – нет. Каждая из них переживает по-своему. Как вы видите, сейчас занята только лишь конкурсом. Мне 18 лет, я из города Тираспут. Это мой не первый конкурс. Я победила в конкурсе Мисс Приднестровья, заняла первое место. Поэтому я уже была, когда ехала сюда, я была уже готова к таким нагрузкам. Как правило, ходьба на каблуках, ежедневные тренировки – это утомляет очень сильно даже тех, кто готов к этому. Тем не менее, стараемся делать ванночки после репетиции, там, соль, мази всякие. Это иногда помогает. Я считаю, что все девушки достойные. Как-никак выбрали самых лучших девушек со всей Молдовы, правильно? Я считаю, что жюри будет уже оценивать по каким-то своим критериям. Я думаю, я достойна первого места, как и думает любая из нас. Я понимаю, что это конкурс, и конфликты здесь абсолютно не нужны, потому что нервы, стрессы будут у всех, и эти переживания лишние, они не нужны. Я стараюсь со всеми общаться нормально, никому не делать гадости, ни о ком плохо не говорить. Подружилась со многими девочками, так как многие девочки с нашего конкурса, наш конкурс, это мы из Приднестровья, приехали сюда, тоже завоевываясь в Молдову. Я из Приднестровья, город Бендер, мне 19 лет, учусь, учусь национер интерьеров и занимаюсь, увлекаюсь разными курсами. Я считаю, что все девочки достойны этой победы. Было немножко сложновато пройти кастинг, потому что на первый взгляд показалось, что очень много девочек было. Работать нужно над всем, даже если хорошо получается, нужно оттачивать, чтобы это было, если не совершенно, то почти совершенно. Шарм, улыбка, искренность и самые хорошие качества, которые могут быть у девушки. Учусь в музыкальном лице имени Сергея Рахманинова, играю на скрипке, занималась бальными танцами, художественной гимнастикой и, в общем, много чем. Это третий конкурс, тоже в Мисс Молдове 2011 и Мисс Туризм. Жизненный опыт, более чувствую себя, более уверена. Новые знакомства, девочки, очень интересно общаться с людьми. Родители меня, безусловно, во всем поддерживают, я их очень люблю. Надеются на меня и верят. Шансы у всех девочек равные, и это будет решать жюри. Кто из них станет первой и представит нашу страну, угадать сложно, так как на репетиции все может сложиться по одному, а на самом конкурсе иначе. Также большую часть работы проделывает директор бюро Мисс Молдова Руслана Марошану. Знаем, что в подводке мы указали о том, что в этом выпуске выйдет интервью с ней. Но общение получилось настолько интересным, что этому стоит посвятить отдельный сюжет, который выйдет в ближайших выпусках Stylebook. Следите! Еще так много насущных тем осталось за кадром. О том, что интересует именно вас, пишите в наш электронный адрес stylebooksobachka.mustave.md С самого программы Stylebook и я ее ведущая Ольга Степаненко. Не пропустите вспышку последней майской недели. Смотрите в следующем выпуске Дизайнер Евгений Худорожков Руслана Марошану Все о модельном бизнесе в Молдове Бэкстейдж новой серии проекта Stereo Soul Дизайнер Евгений Худорож